И к другим темам. Семья беженцев из украинского Славянска приехала в Дагестан. Там сейчас идут бои. Молодую женщину с двумя детьми приютила у себя родственница, которая живет в Новом Кихулае. Сейчас она помогает Алене оформить статус беженки. С какими трудностями пришлось столкнуться с семьей Славянской и как встретили в Дагестане беженцев с Украины в сюжете Северины Шамхаловой. Как она ее еще на балкон не положила? Она на коляске? Ее на балконе укладывала спать? Пол балкона вот так снесло. Мина прямо так застряла в балконе. Балкон, где обычно летом спала восьмимесячная Лера, разнесло взрывом. Осколки изрешетили всю комнату. Малышка и ее родители чудом остались живы. После того, как арт налетом разрушила едва не половину их пятиэтажки, Алена твердо решила – надо спасаться бегством. Жить пока не там невозможно, потому что разрушила балкон и комнату. В Дагестане беженку из Славянска приютила троюродная тетя. Любовь буквально снимала племянницу с поезда. Та была в состоянии глубокого шока от пережитого. Лица не было, все заплаканное, глаза узкие. Представляешь, сколько суток не ехали. Она в таком состоянии была, как будто она в шоке. В каком смысле? Вот как бы объяснить. Она не понимала, где она находится. От того, что она устала до такой степени, она вот такая ходила. Мы ее прям вот так ребенка взяли, ее взяли и поехали. Добираться до республики Алене пришлось с детьми на руках, с пересадками. Автобусом до Харькова, а затем на поезде в Дагестан. Женщина рассказывает, с украинской стороны границы усилены блокпостами и обтянута колючей проволокой. Вооруженные люди долго проверяют документы. Мужчин вместе с семьями не пропускают. Поэтому женщина до сих пор ничего не знает о судьбе мужа. Они заставляют наших же мужчин заставлять в свой же народ. Поэтому дети, ну то есть мужчины все, соответственно, ходят с города. Вот у меня муж тоже убежал, куда не знаю. О том, что ей когда-то придется покинуть родину и бежать в Дагестан, Алена и подумать не могла. Но и возвращаться в горящий Славянск равносильно самоубийству. Каждый день по телевизору рассказывают о новых жертвах среди женщин и детей. Сейчас для Алены самое важное – оформить статус беженки. Именно это должно помочь получить государственную поддержку. А еще женщина хочет устроить своего сына в школу. На родине он окончил девятый класс, но остался без аттестата. Северина Шамхалова, Салих Салихов и Заур Магомедов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова